Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавляем DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавляем 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 DimaTorzok Та-дам! Теперь самое время посолить и поперчить. Адейсо пасямо метре и сале и метре пепперончино. Пепперончино, перчик чили. Итак, как вы заметили, я начинаю солить и перчить почти в самом конце. Итак, метре сале и пепперончино, куази, алофины. Конечно, каждый на какой вкус. У меня, как всегда, сушеный перчик чили. Пепперончино, секко. Ну и, конечно же, все перемешаем. И будем еще продолжать готовить несколько минут. Итак, в самом конце мы добавляем стаканчик молочка. Конечно же, все перемешаем. Пять минут и наше рагу готово. Чинку минуты и наше рагу и пронто. Итак, я все подготовила. Все у нас готово. И мы начинаем, наконец, готовить лазаньи. Каменчаву, фенар, метре, фипараре или лазаньи. Итак, для этого нам нужна, конечно же, форма для лазаньи. То есть, вот такой вот формы. Обязательно, чтобы она была высокая. Потому что мы будем делать, ну, посмотрим, ну, минимум нужно 4 слоя делать. Тире 6. В общем, начинаем. Каменчаву. Итак, определяла лазаньи. А, сначала мы на низ положим, конечно же, выложим немного бешамелле. То есть, сальса бешамелле. И распределим хорошенечко по периметру. Ку-ку. Итак, как я готовлю соус бешамелле, то есть, сальса бешамелле, вы найдете ссылочку внизу. Та-дам! Итак, мы все с вами хорошенечко распределили. Теперь начинаем выкладывать лазаньи. Так, значит, лазаньи нужно, чтобы они не нахлёст были. Поэтому, сейчас я покажу. Значит, выкладываем. Сейчас. Так. Я уже заранее здесь все подготовила. И буду докладывать здесь. Потому что нужно, можно аккуратненько поломать лазаньи, чтобы все подошло по размеру нашей формы. Итак, мы все с вами выложили лазаньи. Все подошло по форме. Объявляем мы соли лазаньи. Тут просто переносро пирофил. И теперь мы начинаем выкладывать рагу. Метя мы рагу. Не жалеем. Хорошенечко все проходим. Хочу сразу сказать, что для лазаньи рагу должно быть жидковато. Чтобы у нас проварились лазаньи. Итак, мы все распределили. По всем уголочкам прошлись. Потому что очень важно, чтобы везде у нас хорошо было заполнено рагу. Теперь сверху мы опять выкладываем соус бешамелла. Сальса бешамелла. То есть бешамель. И все аккуратненько, как сказать, размазываем. И теперь мы посыпаем с вами сыром пармезану. Выложили лазаньи. Второй слой. Объявляем патус секунда. Секунду страту. И продолжаем выкладывать рагу. И продолжаем выкладывать рагу. И теперь опять бешамелла. И теперь мы посыпаем с вами сыром пармезану. И приступаем к следующему слою. И продолжаем выкладывать рагу. И как всегда мы заливаем рагу. И конечно же бешамелла. Итак, мы сделали с вами шесть слоев. Объявляем патус секунду страты. То есть последний, конечно же, слой мы посыпем еще побольше. Формадо пармезану. Окей. Теперь на лазанье мы ставим в духовку. Разогретую на 200 градусов. Где-то на 20-25 минут. 20-25 минуты. То есть, когда появится такая красивая корочка, это уже сигнал, что лазанье готовит. Пиналла, лакроссадората. Значит, ждем. Аспетяна! Пока наша лазанье готовится, я бы хотела добавить еще несколько слов про лазанье. Существует несколько рецептов этого блюда. Чисонодиверси, речетто, 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 речетто. Я приготовила классический рецепт. Его фату на речетто классика. Еще хотел бы добавить, что если, предположим, у вас осталась лазанье, и вы не хотите ее в сие сегодня, вы можете спокойно положить ее в морозильник. Вот таким я перед тобой была. Ментенел фридзер в морозильник. И может храниться лазанье таким образом до трех месяцев. И на тремезе постаре. Еще хотел бы добавить. Как вы поняли, рагу можно приготовить заранее. Или рагу сипофарой приема. Ну, чтобы не делать все вместе в один день. В общем, ждем наши лазаньи. Та-дам! Спасибо от души! Thank you very much! Итак, наши лазаньи готовы. Вот такая красота получилась. Ку-ку! Если бы вы знали, какие отсюда исходят ароматы, невозможно передать. Очень жалко. Что я могу сказать? Сразу это есть. Как всегда, не нужно, потому что это нереально горячо. Molto caldo! И поэтому нужно подождать хотя бы 10-15 минут. Дечи-куинтичи-минуты. Ну, что я могу сказать? Я вам обязательно советую попробовать приготовить лазаньи. Потому что, как вы видели, это просто semplice e sopratuto bonissimissimo. Мне остается вам пожелать только bon appetito. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео и новые речетты. Речетты! Ciao, ciao! Та-да! Субтитры сделал DimaTorzok